Источник средств существования всех людей, каким является производство зерна и его распределение среди праджей, жителей, появился на свет из бедер вселенской формы Господа. Торговцев и земледельцев, ведающих в обществе производством и распределением, называют вайшими. Источник средств существования всех людей, каким является, например, производство зерна и его распределение среди праджей, жителей и граждан, появился на свет из бедер вселенской формы Господа. Торговцев и земледельцев, ведающих в обществе производством и распределением, называют вайшими. Здесь однозначно сказано, что жизнь человеческого общества должна быть основана на виши, то есть на земледелии и деятельности, связанной с распределением продуктов земледелия, транспортных перевозках, банковском деле и так далее. Промышленность – это противоестественный источник средств существования, особенно тяжелая индустрия, являющаяся причиной все бед современного общества. В Аквадгите говорится, что вайши, занятые вишей, должны заботиться о коровах, возделывать землю и заниматься торговлей. Мы уже говорили о том, что людям достаточно заниматься разведением коров, земледелием, чтобы у них было все необходимое для жизни. Обмен товарами, связанный с банковскими операциями и транспортными перевозками – одна из сфер деятельности, необходимых в обществе такого типа. Брагманы являются духовными учителями и наставниками общества. Кшатрии защищают подданных от воров и разбойников. Вайши занимаются производством продуктов и их распределением. Шутры, то есть люди, не обладающие высоким интеллектом, не способны действовать самостоятельно и заниматься каким-либо из перечисленных высших видов деятельности. Они созданы для того, чтобы служить трем высшим сословиям общества, зарабатывая таким образом средства к существованию. Былые времена кшатрии и вайши обеспечивали брагманов всем необходимым для жизни, поскольку у брагманов не было времени самим зарабатывать себе на жизнь. Кшатрии взимали налоги только свайших и шудр. Брагманы были освобождены уплатой подокодного и земледельного налога. Таково совершенное социальное устройство. В обществе, устроенном по этому образцу, не было политических, социальных, экономических потрясений. И так, чтобы в обществе царил мир, в нем должна поддерживаться сословная структура или деление наварных. Источник средств существования всех людей, каким является производство зерна, его распределение среди праджа, появился на свет из бедер вселенской формы Господа. Торговцев и земледельцев, ведающих в обществе производством и распределением, называют вайшими. Намам Дишна, падая Кришна, причитая Бутаве, Шимати Бхактивиданта, Слави и Танамине, Намасте, Сарасвати Деви, Каурвани, Ачарины, Нервишеша, Шабневади, Пащачади, Шитарины. Алик Кришна, Алик Кришна, 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 Алик 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 Аре Рама, Аре Рама, аре Рама, аре там. Аре Кришна, Ре Кришна, Кришна Кришна, аре Таль 원. Аре Рама, Аре Рама, Рама Рама, аре Таль 원. Я много лет езжу, читаю лекции, И с каждым годом я все больше и больше начинаю осознавать, что самое большое счастье — это быть вредным. Считать лекции даже вредным — это гораздо приятнее и слаще, чем просто читать лекции, допустим, публичные. И меня вчера спросили, у нас мало времени, может быть, нам отменить лекцию в храме, потому что будние дни. И я подумал, ну меня тогда хотят отменить, и у меня уже всё, у меня уже ничего не осталось. Только про сад и как бы лекции — это самое сладкое, потому что мы имеем дело с уникальной мудростью жизни на этих лекциях, а также с уникальными людьми. Уникальная мудрость жизни — это Шимар Бхагава, особенно в сладком комментарии Шилу Группады. Я недавно начал медитировать на этот вопрос «Устройство общества». И Шилу Группада, он всё сказал правильно, кратко и просто, но мы должны это серьёзно изучать. Мы должны всё это серьёзно изучать, чтобы понять, что это действительно так. Это не просто понять. Потому что, допустим, если взять коренное отличие от того, что он здесь написал, от того, что происходит сейчас, оно заключается в глубоких вещах, связанных с жизнью человечества. В глубоких вещах. Так, смотрите, несколько глубоких вещей. Мы решили, что человеческий интеллект, а не интеллект Бога, принесёт нам счастье. Вот основная причина наших страданий заключается в том, что мы решили, что именно человеческий интеллект, а не интеллект Бога, принесёт нам счастье. Смотрите, в результате интересно пошла развиваться промышленность в целом. Вот, допустим, взять просто молоко. Можно что-то лучше сделать? Вот молоко можно лучше сделать, чем просто молоко? Нет. Но люди пытаются сделать что-то лучше. Это означает безумие. Можно что-то иметь лучше, чем жизнь просто в простом домике на земле. Вот я сейчас живу в деревне, курицы бегают вокруг. Я живу в простых условиях. Я живу в разных условиях. Я живу в простых условиях на земле. То есть просто поль, ну как бы огород, растения, розы вокруг растут. Простые условия на земле. И простой дом там, я плачу копейки за него. И жизнь просто прекрасна. Потому что ты дышишь свежим воздухом, вокруг запах цветов. Отношения становятся сладкими с близкими людьми в такой среде. Почему? Потому что она создана Богом, она сладкая, это всегда. Потому что она создана Богом. Теперь, зачем нам нужны, вот так если разобраться, зачем нам нужны консерванты в молоко? Вот зачем нам нужны консерванты в молоко? В чем причина? Вы думали об этом, Марина? Дольше. А почему? Зачем нужно дольше? Продать дольше. А зачем? Продать дольше. Нет, причина другая. Причина заключается в том, что люди решили, что жить в больших домах в городе лучше, чем в деревне. В результате надо возить молоко в город. И так как в городе очень много людей, есть вероятность, что вот именно это молоко, оно не купится вовремя. Потому что в деревне все так не было. Вот я живу в деревне, ко мне пришла, сосед говорит, вам молочек надо? Видите, сладкий вкус везде, всегда, даже в этом по обмене. Я говорю, надо. Она говорит, сколько? Я говорю, литр в день не хватит. Она говорит, хорошо. И все, она носит литр в день молока. Ничего не портится. Все доходит туда, куда надо. То есть, если люди так живут, им не надо бегать куда-то, прыгать и что-то искать. Теперь, кабачки самые лучшие, это выращенные с любовью соседка, опять же. Или тобой, допустим. Так, самые лучшие кабачки. Магазин, ты не знаешь, что их вырастут, ты боишься, что их есть. Это уже пропитано страхом. Пусть даже они хорошо выращены, что маловероятно. Тогда давайте зададим вопрос себе, почему они выращены на химии, в чем причина? Вот так, если взять, глубоко-глубоко помыслить. Люди решили, что если они будут их вырастить быстро и продавать быстро, они от этого будут счастливее. Они понимают, что счастье возникает от того, что ты продаешь хороший товар, который вызывает сладкие вкусы у людей. Потому что есть тонкая жизнь, которую люди сейчас не понимают. Они понимают, что если ты сладкий кабачок продал, тебе пришли следствия от этого сладкого кабачка, имеющие сладкую форму. Эти следства сладкие, ты тоже можешь на них жить сладко. Потому что если деньги пришли не сладкие, а вот эти вот вымученные с химией, кабачок насилуют, когда он с химией расстрелял. И в результате человек, когда ест это насилие, он тоже в насилии живет. Потом эти следства пропитаны насилием. Человек живет, он думает, почему у меня нет счастья в семье, почему у меня все ругаются. Потому что ты основу такую сделал. Это тонкие вещи, их трудно как бы понять, что это есть. Я могу привести простой пример. Беды как раз и нужны для того, чтобы эти примеры приводить, чтобы понять, что они есть эти вещи, что это не выдумка. Вот допустим, а в одном храме, это классический пример, в одном храме одна проститутка, которая зарабатывала на том, что она, ну как бы понятно. Вот, она скопила определенные деньги, так как она была верующая, она принесла в храм и сказала, пожалуйста, накормите священников, я хоть немножко могу Богу послужить. Вот, там жили в этом храме монахи. Монахи как бы приготовили большой пир, монахи все съели, почти все монахи потеряли семя в эту ночь. Они собрались, как бы, и это реальный факт, это не то, что выдумка какая-то. Они собрались, начали реку чесать. А что это такое, почему мы семя-то потеряли? Они спросили, они начали догадываться, откуда причина. И они спросили, а на какие деньги приготовили пир? И он сказал, на деньги вот этой женщины. И они поняли, откуда пришла песня. Вроде бы для Бога все используется, но все равно разные деньги для Бога, разную природу имеют. Интересно все это знать, что в этот мир он на самом деле устроен таким образом, что мы должны просто следовать шастрам. Но если мы не хотим следовать им, то могут быть тайные какие-то вещи, которые потом нам делают проблемы. Этот мир имеет явную тайную природу. Понимаете, сейчас явная ситуация какая? Явная ситуация, что развивается тяжелая промышленность. Означает, одежда соткана не людьми, а одежда соткана машиной. Это означает тяжелая одежда. Тяжелая промышленность делает тяжелую одежду. Потому что когда это в риге, вот видно, мне иногда дарят здесь мыло ручной работы. Я беру это мыло, и оно счастье приносит. И мылишься, и чувствуешь счастье ручной работы. Или, допустим, одежда ручной работы, она дает счастье. Но мы уже даже не знаем, что значит одежда ручной работы. Мы просто не понимаем, что это такое. Махатма Ганди этим занимался. Он эту культуру вводил в Индию. Он сделал пример и сам себе начал на станке ткать одежду. Он сделал себе маленький станок ручной. Он был переносной. Как вот есть сейчас резгоношки вот такие небольшие. У него такой же станок был тканский. Вот такой же размеров такие. И он с ним путешествовал везде и себе в свободное время. Он, когда время было, он ткал себе одежду. Ему жена читала шастеры, он ткал одежду. И он ходил в этой одежде. Показывал людям, как надо жить. Но почему мы думаем, что так лучше? В чем причина? Потому что мы обмануты. Вот допустим, я поехал в Москву для того, чтобы добиться успеха в проповеди. Я поехал в Москву и думал, я там на телевидение попаду. И через телевидение я смогу проповедовать широко по всему миру. Шесть лет я там жил, пытался на телевидении все устроить. И Господь смеялся надо мной. Потому что я не знал, как правильно. У меня не было знаний, но я имел искреннее желание как бы служить в черепрупаде. И я пытался делать так. И нашел уже одну из самых лучших организаторов этих телепередач. менеджеров в этом направлении. Она слушала мои лекции. Также одна женщина, которая возглавляла фирму, пиар-менеджером занималась. Она тоже слушала мои лекции. Они объединились вместе. И как бы решили сделать, мы сделали эту передачу, все на бумаге. И когда мы приносили ведущему телеканала какого-то и показывали, что вот это так. Ему нравилось это все. И потом в какой-то момент передача срывалась. Каким-то мистическим образом. То ли замыливалась, то ли забывалась. И так шесть лет подряд. И потом я начал молиться Кришне. И думаю, что тут за ерунда такая? Что? Почему так все происходит? Я взял, открыл книгу Харишаури Прабу. Прямо на том месте, где в мусульманских странах к Шири Прабхаде пришел один человек и говорит, а почему вам не проповедовать на телевидении? С вами же. Ведь на телевидении проповедь на самом деле очень эффективна. Мы сейчас сложим деньги, сделаем передачу, и весь мир станет сознающим Кришну. Шири Прабхаде очень строго посмотрел на него и начал ему говорить, что на самом деле ты не понимаешь, что такое проповедь. Что проповедь идет не через вот это вот, вот это средство, в котором все прописано лицемерием. Люди, когда смотрят что-то связанное с лицемерием, они не могут открывать свои сердца. Если я даже скажу, там очень чистое и светлое что-то, люди не успеют это понять, потому что они вращаются в той каше, которая сварена совсем по-другому. И поэтому через эту кашу невозможно проповедовать, она вся сквернена. Он говорит, я просто буду распространить сознание Кришны под всего мира от сердца к сердцу. Мои ученики будут ходить от человека к человеку и давать им знания. И в это время, когда я это прочитал, уже большинство населенных пунктов России уже слушали мои лекции, люди, сами. Они распространились просто сами эти лекции. И я был в шоке. Я понял, что на самом деле не надо париться по поводу чего-то распространения. Все это реклама, пиар. Это все глупость. Это все создано теми, кто думает, что они лучше Бога, знают, что ему надо. Если ты хочешь что-то ценное сделать, сделай все распространиться само. Вот так вот. Мы куда приехали, в Краснодарский край, мы решили шифроваться. То есть решили, что нас не видно, не слышно. Прошло два года. Мы шифруемся, что нас не видно, не слышно. Потому что нас православные гоняют в России. Да, вот не сами православные, а те люди, которые говорят, что они православные и хотят всех придушить. И нас гоняют. И мы так потихонечку работаем. И потом мне рассказывают. Люди, вот куда бы они ни пошли на рынок. И он приходит, человек просто, приходит на рынок купить, допустим, морковь. Да, еще, еще говорим. Ему говорят, а, вы с доктором Тарцном работаете. Хорошо. Там, понимаете, это деревня, там большая деревня, там 20 тысяч человек живет. Но они все знают, все знают друг от друга. И мы не можем ничего скрыть. Все все знают, что мы там делаем, чем занимаемся. Все все знают. Все. Скрывать нечего и незачем. Потому что такова культура нормальной и простой жизни. И все люди знают то, что делают. И поэтому человек не может ни развестись, если он захочет, ни погулять. Все знают. Ты не сможешь так скрыто, тайно что-то сделать. Все все знают, потому что эта жизнь, она такая, очень простая. Люди встречаются, общаются друг с другом. Вот так вот. В городе я жил, в Москве, целый год в одном доме, и я не знал соседей. И они меня не знали. И никто в этом доме не знает друг друга вообще. И люди рядом друг с другом живут. Это страшно. Это культура, понимаете, которую мы создаем, потому что мы не знаем, что не надо ничего выдумывать. Просто, смотрите, все уже распределено. Из людей разных наклонностей психических. Это означает разное понимание, что такое счастье. Брахманы знают, что счастье людей, люди могут получить только через знание. Кшатри, они считают, знание это хорошо, это правильно. Но если о людях не заботиться, не организовать структуру в обществе, то знание не поможет. Кшатри так мыслит. И поэтому они говорят, главное это организация правильной жизни. Кшатри так. Смотрят на мир по-другому. Они думают, людям на самом деле нужно, чтобы все было. Все было, чтобы были товары, были продукты. Все было, чтобы обеспечено. Тогда счастье. Знаете, это с чем можно сравнить? Вот, допустим, человеку нравится красивое мыло. И он думает, что всем это нравится. Поэтому он это делает. Он искренне верит в это красивое мыло. И им попадаются те люди, которые берут и говорят, что это самое лучшее, что можно делать для людей, красивое мыло. Человеку, допустим, нравится музыку писать. И он пишет музыку и думает, самое лучшее, что в жизни делать, это писать музыку. Почему? Потому что тоже человеку нравится, тем он и занимается. А шутеры, они думают, самое лучшее, это жить спокойно, на природе. Детчики поют, чтобы тебя никто не трогал. Просто пошел, поработал чуть-чуть и живи себе спокойно. Никаких обязанностей, никаких ответственностей. Все, пускай сами там воют, сражаются, защищают общество. Производят, а мне и так хорошо. Смотрите, и все счастливы. Каждый как бы по-своему смотрит на мир, все счастливы. Почему? Потому что ощущение счастья рождено из разных психических центров. Я это сейчас серьезно начал медитировать, изучать. И увидел, что есть три центра разума. Ну как бы это описано в шастрах тоже. Три центра разума. Один в области лба, другой в области сердца. Третьий в области паха. Там, который в области паха, он связан с энергией вечности души. Который в области сердца, с энергией любви. Который в области лба, с энергией знаний. И брахманы у них больше всего вот этот разум работает. Они на знания настроены. На втором месте стоит сердце. Сердечный центр. Трибуны материальной природы. Привязанность к вечности находится в невежестве. В данном случае связанность с невежеством. Привязанность к любви и страсти. Привязанность к знанию с благостью. Видите, у нас тело разделено на три части. Есть благостная часть, чистая часть. Потом страстная, где происходит переваривание пищи. Там страсть. И невежественная часть, нижняя. Сами понимаете, что там происходит. Мы рождены где? В невежественной части, нижней. Во тьме невежества мы рождены. Интересно все это посмотреть. И описывается, что в Айши у них две гуны. Страсть и невежество. Шудры одна только гуна невежества. И если посмотреть энергетически, как энергия Вайши расположена. Вайши хочет больше всего в жизни. Чтобы все были счастливы. Любви. Любви он хочет. Даже у него посмотреть, как устроена психика Вайши. У него лицо такое мягкое. Он такой, ну, по природе добрый человек. Он хочет любви. Но как он хочет? Через стабильность. Через стабильность. То есть, через нижние центры. Вечность означает стабильность. Любовь означает сердечный центр. То есть, он хочет всех обеспечить продуктами. Одеждой. То есть, чтобы была стабильность у людей. Теперь взять кшатрия. У него работает центр знаний. Чуть-чуть работает. И сильно работает, опять же, сердечный центр. Он хочет, чтобы все были счастливы. Он думает, что это есть. Брахманы знают, что на самом деле на этой земле нет счастья. Что надо знать, что я душа. Брахманы знают. Но в шатрии они не понимают, что они души. Они хотят, чтобы все были счастливы. Но как? Через знания. То есть, через законы. Через законы. Они с помощью законов управляют обществом. А вайши управляют обществом с помощью распределения продуктов и средств. Видите, как все устроено интересно. И вот это вот, ну, допустим, у Брахмана светофорик вот этот вот самый сильный. И это в жизни не меняется уже. Человек не может, допустим, по-другому воспринимать мир. Он уже с этой призмой рожден. И так он будет снижен. Как можно поменять жизнь? Только когда ты уже на духовную платформу обрел хоть Ивайши, хоть Шатри, хоть Чудра. Если ты стал байшнавом, то ты смотришь на все это хозяйство со стороны. То, что происходит в этом мире. Для чего вот это деление общества предназначено? Для того, чтобы люди жили по божественным законам. Когда человек живет по божественным законам, он может сравнивать жизнь по божественным законам и жизнь не по божественным законам. Означает, он привязывается к Богу. Вот, допустим, можем сравнить. Я могу сравнить сейчас. Я живу сейчас. У меня где-то 50 человек вместе трудятся в Ивайшнавов. И мы живем по божественным законам. Стараемся кушать нормальную пищу. Стараемся общаться друг с другом нормально. Стараемся работать нормально, то есть для Бога. Нормальная работа означает для Бога. И жизнь стала счастливой сразу же. Причем нас никто не хочет трогать. Вот эти все проверяющие органы нас не хотят трогать, потому что им все говорят, что они хорошие ребята. Хорошие. Все помогают. И думают, ну ладно, пусть они там живут, хорошие так пусть живут. Трогают такового. Какие же, как мы. Плохие как. Интересно все устроено. Жизнь по божественным законам, она приносит части людям. Интересно, что когда мы жили в Москве, у нас не было прибыли совсем. Хотя обороты большие были денежные. Сейчас обороты намного меньше пошла прибыль. Хотя мы живем в деревне. Для меня это загадка, как это так получилось. Потому что для самообороны не требуется никаких средств. Там надо было и платить аренды большие, налоги там и все. А тут раз и все, и не надо ничего платить. Пытайтесь понять, я о чем говорю. Что жизнь для Бога, когда начинается, люди думают, да как мы в деревне будем жить вообще. Как мы там выжили. Нет цивилизации. Мы уехали в деревню. Мне первый вопрос задали мои менеджеры. Где возьмутся пациенты? У нас не будет пациентов. Говорят, в Москву и то не могут приехать. Лечиться. А там-то кто приедет? Я говорю, будем выращивать морковку, значит. Ну они мне верят, говорят, поехали. Пациентов немерено. Им еще лучше туда приезжать, мы это не учли. Они приезжают, там природа, они гуляют во время лечения, им хорошо. А в Москве где погуляешь там? Люди приезжают, потому что там хорошо, там деревня. Им нравится, они там гуляют. Хорошо. Видите, Бог сам все учитывает. Не надо думать, что ты лучше знаешь, чем Богу нужно. И одна женщина в Москве подошла ко мне и говорит, давайте, Олег Геннадьевич, мы на передачу на телевидении сделаем вам здесь. Я занимаюсь этим. Я говорю, я был знаком с теми, кто лучше вас этим занимается. И Бог этого все равно не хотел. Смотрите. Меня пригласили на фестиваль, называется «Без таблеток.ру». «Без таблеток.ру». «Без таблеток.ру». Русский фестиваль. Вот. И там все эти Малаховы приезжают, там все, каждому человеку дается по одному дню. И проводится это в библиотеке имени Ленина, центральная часть Москвы. Очень солидный фестиваль. У меня такое было, какое-то чувство такое странное, что-то солидное. Зачем мне это надо? Я говорю, ну давай проэкспериментируй. Мне, мой менеджер говорит, ну это солидно, там все узнал, а такая реклама. Я говорю, ну пойдемте, давайте съездим, посмотрим. Приехали, короче. Они мне говорят, эти менеджеры, 60 глянцевых журналов вас рекламировали. У нас подписка на 50 тысяч человек мы разослали. А мы не больше, я уж не помню сколько. Все. Я говорю, ну цель этих лекций моих здесь у вас. Я уже в Москве читаю лекции в другом месте. У вас придет новая аудитория. Начал лекцию. Пришел на лекцию, сел. Пришло 150 человек на лекцию. Из них три новеньких глянцевых журналов сработали. А две недели до этого в Москве у меня была лекция, которая рекламируется только на сайте у меня. И на сайте той вот группы предных, которые организуют все. На двух сайтах больше нигде рекламу нет. Пришло тысяча человек. Из них обычно приходит 40% новеньких. Всегда на лекцию. Это значит, 400 человек новеньких пришло туда. Видите, то, что делается для Бога, оно делается все естественным образом. Не надо париться. Некоторые предные думают. О, как нам клуб йоги организовать? Нужна реклама, деньги там. Не надо ничего. Просто для людей начните жить. Сначала немножко аскез, а потом все о вас узнают. И все будет сразу организовано хорошо. Само. Потому что Господь обо всех заботится. Хоть мы об этом и забыли. Хоть мы об этом и забыли. Почему мы забыли? Потому что у нас нет опыта. Мы живем вот в этом замороченном мире, в котором люди сейчас в основном на что учатся? На то, что бесполезно. Пиар-менеджер, там, еще что-то. То, что Бог должен делать, как бы они на это учатся. И в основном сейчас как производство организовано. Пять человек работают, 15 за ними следят. Почему? Потому что нравственности у людей нет, они не для Бога работают. Поэтому они постоянно что-то портажат. И их надо контролировать. И вся вот эта система контроля, она сейчас настолько мощная в государстве. Вот в разы там, допустим, в Америке говорят, у нас свободная страна. Кто-то жил из вас в Америке? Нет. Как, свободная? Страшно, да? Страшно. 150 человек я проконсультировал там, русских. У них волосы дыбом у всех стоят. Они знают, как там жить вообще можно. Чтобы помереть, надо 10 тысяч долларов иметь. Если 10 тысяч долларов нет, значит, ты не имеешь права умирать. Если ты помер сам, а нет 10 тысяч долларов у тебя, ты не мог заплатить как бы за это все, а штрафуют твоих детей. Гад такой, за что? А он же в работе право имел умереть без 10 тысяч долларов. Свободная страна, помереть даже нельзя. И жизнь очень скована у людей, потому что все сковано законами. Законы страшные причем. Я говорю, а почему нельзя центры нетрадиционной медицины в Америке открыть? И мне объяснил человек, говорит, все очень просто. Смотри, тебе приходит клиент лечиться. И ты, ведь бывает так, что ты ему не помог? Бывает. Он на тебя подает суд. И так как по закону нетрадиционная медицина не может существовать в Америке, поэтому ты сядешь в тюрьму за эту деятельность. Ты лечишь людей, помогаешь им, но помогаешь не так, как создан закон. Все, ты сядешь в тюрьму. Поэтому у нас, говорит, нет врачей нетрадиционной медицины. Все лечатся только таблетками, как положено лечиться. И другого лечения нет в Америке. Все, нельзя. Не имеешь права. Страшно так жить? Люди имеют две недели отпуска в году всего. И они всю жизнь работают на то, чтобы купить этот хороший дорогой дом, который стоит миллион долларов. В среднем человека уходит 25-30 лет, они мне рассказывали, чтобы выплатить все вот эти деньги, необходимые на то, чтобы этот дом был твой. Ну то есть в 20 лет ты начинаешь выплачивать, 50 заканчиваешь. Так зачем нам нужна такая свободная жизнь? Я буду в деревне в России жить. В маленьком домике курицы бегают, жизнь идет красивая, счастливая. Никому ничего не должен. Не надо. Плачь, что означает, аскеза, травка. А вдруг с работы выгонят. И постоянно в таком скрате жить. 30 лет. И второй вариант маленький домик в деревне. Стране, в которой никому ничего не надо. Кра не свободная, как бы, никому ничего не надо. Работаешь и работаешь там, меня никто не знает. Чем я там занимаюсь? Зачем это надо кому? Понимаете, занимаетесь себя? Если взятки не платят, надо разобраться. Взятки заплатил, все. Ну а еще хочешь сделать. Но это тоже извращение, конечно. Это не ведическая культура. В ведической культуре все было по-другому. От Бога означает от сердца. Понимаете, если ты что-то доброе для людей хочешь делать, кто разберется с тобой сначала? С тобой разберутся брахманы. Потому что они все управляют в обществе. Ты приходишь к брахману и говоришь, хочу лечить людей вот так. Брахман, ну так, ага. Правильно. Так можно лечить. Я в ведах читал об этом. Хорошо. Все. Пробуй. Потом человек пришел. Опять не помогло. Человек приходит к брахману и говорит, то он мне не помог. Тут раз разобрался, говорит, то значит он не квалифицированный. Давай учись прежде, чем лечить. Учись. Выучился. Раз. Не помог. Брахман посмотрел. А, ну не помог. Понятно, тебе и невозможно помочь. Иди отсюда. Пускай лечит дальше. Ага. Плохо, если человек в 50 идет. Начало обманывать людей. Брахман говорит к шатрию. Шатри приходит. Шатри приходит. Хай! И его в тюрьму. Там или как-то еще, ну то есть наказал его. Видите, все очень просто. И все защищены. Потому что ты знаешь, если ты неправильно ведешь себя, ты будешь наказан. Кем-то наказан человек на самом деле наказаться? Брахманом? Так? А исполнитель кто? Шатри. Лежит все к Богу брахманы. У них сердце очень глубокое. Они понимают, как надо правильно. И люди все боятся только одного. Быть в немилости у брахманов. И так же не следует законам шатриев. И кажется, что это жизнь скованная. Нет, она очень свободная. Потому что все, что связано с Богом, имеет сладкий и свободный вкус. Очень радостно петь на кертоне. Это свободная жизнь. Очень радостно есть просад. Это свободная жизнь. Очень радостно трудиться для Бога. Мы вот собрались в наш коллектив и думали, в чем наши проблемы? Почему нам так тяжело жить? И я вот начал приводить пример. Я говорю, вот смотрите, вы в храм приходите и начинаете что-то делать там в храме. Вы при этом думаете о том, сколько вы времени работали там? Сколько вам надо за это заплатить? Нет, вы просто делаете для Бога. И вы счастливо отдыхаете этим трудом. Для Бога что-то делаете, отдыхаете этим трудом. И я им говорю, так отдыхайте здесь тоже. Делайте здесь так же для Бога, отдыхайте. Не работайте, а отдыхайте. А мы будем вам просто с любовью давать все, что мы можем, для того, чтобы вы были счастливы. Мы даем столько можем, а вы сколько можете делаете для Бога. Так все задумались. А что, просто так нельзя работать, что ли? Ну, можно. Но тогда ты будешь неудовлетворенным. Ты будешь думать, что тебе мало зарплату платят, ты много работаешь. И мало зарплаты, и тебя не любит никто вокруг. Можно и так, но будет вот такая жизнь, выбирайте. Все подумали и начали пробовать для Бога. Ну, то есть, как в раме. То есть, просто делать вот сколько можешь для Бога, с любовью. И все думают, о, вот этот вот столько делает для Бога. Вот спрашивают, ты что, больше не можешь для Бога делать так? Тихо, я только спрашиваю. Вот не могу, что-то тяжело, устаю. Ну, ладно, делаю вот сколько можешь. Все, вот так можешь, вот так делай. Другой можешь больше, ну, раз больше делать. Классно так же? Отношения сразу хорошие в коллективе. Вы сейчас подумаете, ну, это вы фантазируете уже, Олег Ильич. Нет, я не фантазирую. Говорю, правда. Женщины у нас работают. Все знают, что женщины должны дома сидеть. И женщины тоже знают, которые работают тоже, что они дома должны сидеть. Так как они еще не замужем, поэтому они продолжают работать. Но они понимают, что такая судьба, ну, не замужем, физической культуры нет, никто не защищает. Папа не защищает, мама не защищает. Надо работать. Замуж выходит, раз, такая, поработал чуть-чуть и домой. А так как община защищает всех, поэтому никто не париться, чтобы дом быстрее себе там построить. Дом построить быстрее означает, надо работать и мужу, и жене. Но так как все знают, что община защищает, что всё будет хорошо, у них настроение такое «всё будет хорошо», потому что община защищает, это означает, что жена сидит дома, а муж зарабатывает, на жизнь хватает, и хорошо. Классно так жить. А жена что делает? Она создает любовь дома. Она дома тоже работает, не то, что она сидит. И еще, чем женщина занимается? Она начинает социальными вещами вообще не заниматься. Она там кому-то помочь, потому что сердце у женщины очень теплое. Она хочет всем помогать, и она и тем помогает, и этим помогает. И там у меня жена, допустим, дома, она целыми днями там кому-то надо помогать. Постоянно на телефоне, тем помогает, этим помогает. Бабки соседки носят, там просад. И все мир вокруг думают, о, какие люди хорошие, всех кормят. В деревне вокруг мир, такое счастье, атмосфера. Почему там женщины это делают? У мужчин нет, они работают. У них там мир. А женщины, они создают атмосферу счастья вокруг, потому что они не заняты трудом. Они чем заняты? Они заняты тем, что они всех делают счастливыми, потому что у них природа такая, всех делают счастливыми. Вокруг. Заботятся обо всем. Теперь вы спросите, а почему мы так не живем? Почему мы не можем создать общину? Я могу ответить на этот вопрос. Очень просто. Потому что человек, который возьмет на себя создание общины, должен при этом иметь очень сильную возможность быть полезным в обществе, у него должна быть высокая квалификация, и при этом он должен отдать все преданным. Не жить для себя. Отдать все, что у него есть преданным, не заколачивать себе капусту на ней. Таких преданных очень мало, которые могут иметь социальный статус достаточно высокий, чтобы средства были в общине, нужно быть полезным, чтобы община была полезной обществу. Таких людей мало, которые имеют высокую квалификацию в обществе быть полезным и при этом ничего не хотеть для себя. Вот эти два условия, и община создается, нет проблем. Потому что вокруг такого человека люди объединяются и понеслась. Смотрите, если человек имеет высокую квалификацию, он хочет деньги для себя, больше денег. Если он больше для себя хочет денег, вокруг него преды не будут объединяться, потому что это оскорблена атмосфера, грязью, грязный вкус имеет. Второй вариант – очень сильный лидер духовный, за которым люди могут пойти, как Шевран Махараджа. Он объединил вокруг себя таких людей, которые имеют высокие квалификации. Там у них в общине в Венгрии все преданные, которые работают, очень высококвалифицированные специалисты, а не только преданные хорошие. У них высокая квалификация еще в разных областях. Я там проходил обучение, изучал, как община устроена, и увидел, что они все высококвалифицированы в материальной деятельности своей. Каждый знает четко, что ему надо делать в материальной деятельности. Кто-то там выращивает на огороде, кто-то то-то делает. Каждый свое дело делает. И так как преданные имеют сладкий вкус, то государственные, разные компании, фирмы дают им процент, как религиозная организация, на жизнь. И если сравнивать жизнь тех, которые дают процент, и это религиозная организация, то преданные живут тысячу раз лучше, чем те, которые там живут. Эти люди приезжают к ним, и они плачут от счастья, находясь рядом с предными. Расскажу историю. Разок один милиционер зашел в общину и говорит, вот у нас конференция, ну как бы, ну милиция собралась на конференцию, и мы бы хотели посетить вот вся эта конференция, хотя бы посетить вашу общину. Ну, чтобы вы нам сделали, вот как вы устраиваете вот эти вот экскурсии, мы хотели бы, чтобы эту экскурсию вы нам сделали тоже. И тот говорит, давайте, конечно, мы вам организуем такую экскурсию. И они, вот, они предные, они же по своей природе любят заботиться обо всем. И они начали их там ухаживать за ними, заботиться, и эти милиционеры, они просто вообще были в шоке от того, что вот такая вот удивительная экскурсия у них получилась, такую любовь они там получили, заботу. И даже не то, что они смотрели, как бы было важно, а то, как к ним относятся. Что предные с любовью все их делают, и кормили там все, и заботились о них. Они походили, походили везде. И потом этот милиционер, он подходит к предному, который все организовал, и говорит, что бы вы от милиции в Венгрии хотели? Что бы вы хотели от милиции? И он говорит, вы знаете, вот это все, что вы видите здесь, мы содержим все это на распространении духовной литературы. Поэтому милиция нам не дает распространение духовной литературы в Венгрии. Она запрещает нам, потому что мы это делаем без законов, которые как бы есть в этой стране. То есть мы ходим и продаем эти книги, и как будто бы мы сдаем товар, но при этом не имеем лицензии, точки, там, оформления и все прочее. Как это должно быть? И этот человек такой, он сначала был такой ля-ля-ля-ля-ля, деликатный, но когда ему задали этот вопрос, он стал серьезным очень и сказал, ты обратился в нужное время нужному человеку. Я возглавляю милицию страны. И поэтому, если у вас будут трудности и вы с распространением книг, звоните мне напрямую. Я поставлю этого милиционера на место немедленно. Легарно, законно, это сделать невозможно, через связь возможно. Я не записаю телеводчик и все, сейчас распространяю книги. Видите, божественная культура, она через отношения развивается, через отношения. И этим она защищена больше всего. Больше всего человека в жизни защищает отношения. Я знаю одну историю еврейскую, когда царица спасла целую нацию, весь еврейский народ, просто потому что она вошла в отношения, ну не царица, а это как бы графиня там, ну то есть высокое положение имела. И царь задумал как бы, ну, сделать плохо народу. И она просто вошла в хорошие теплые отношения с этим человеком и спасла весь народ. Отношения – самая большая сила, которая спасает. И ведическая культура вся построена на отношениях. Все законы, все порядки на отношениях, а не на правилах. Правила – это что такое? Это то, что придумали люди. А отношения – это то, что придумал Господь. Потому что Господь руководит всем через отношения. Махарадж Паритшид руководил всей землей. Но у него не было компьютерного центра, который бы контролировал всю землю вот так вот. И не было там тысячи, тысячи людей. Вот представьте, если человек управляет всей землей, сколько в современном обществе, ему нужно какое здание построить большое, чтобы там управление всей землей осуществлялось. Махараджа компьютеров не было в Махараджа Паритшито. Но люди, которые были на местах, они ему безгранично верили. Почему? Потому что он бесконечно их любил. Нам это очень трудно понять, что можно бесконечно верить правителям. И когда люди бесконечно верят правителям, он без порядков быть не может. В Шимадбагва там описано, что правители разных стран сами с удовольствием приносили им подать и отдавали правление своей стране с удовольствием Махараджу Паритшито. Почему? Потому что сразу головная боль пропадала. Потому что все, даже в их странах, любили Махараджа Паритшито. Если правители любят, проблем нет. А я подданный слугам Махараджу Паритшито. Ну тот же самый царь, ничего не меняется. Но только наступает порядок. Зачем тогда мне нужно свое государство беспорядка? Если я подчинен Махараджу Паритшито, он меня мучить не будет, потому что он возвышенная душа. Я владею тем же самым и плюс порядок. Классно? Система очень классная. Видите, все, что связано с Богом, оно имеет только сладкий вкус. Только сладкий вкус. Теперь вы скажете, почему я не могу так свою жизнь устроить? Может мне тоже на эту деревню уехать? Нет, нехороший, не факт. Не факт, что вы сможете. Почему? Потому что для этого нужна карма, благочестие достаточно. Может уедете в деревню, допустим, но вы не будете общаться с предами тогда? Означает, что вы по нему потеряете самое главное. Поэтому, Чилупрпада, главное его наставление. Оставляйте, оставайтесь там, где вы есть. И развивайте сознание Кришны в этом месте. И тогда вы будете жить счастливо. Конечно же, все равно как бы каменный дом на деревянный не заменишь. Но это означает, что не хватает богачей. Да и не надо. Можно и в квартире счастливо жить с Кришной. Там все организовать и там все будет классно тоже. И с любовью. Можно окружить свою жизнь преданными. Если ты хочешь работать с предными, тогда молись Богу. Может быть появится такой предный, который вокруг себя объединит предных. И будет это делать для предных, а не для своего кармана. И тогда можно будет у него работать. Предные могут трудиться. Некоторые лет десять назад такой лозунг был объявлен. Преданные работать друг с другом не могут. Они могут только в храмы ходить вместе. Вот у меня в коллектив 50 человек. Предные могут работать друг с другом. Нет проблем. Все классно, все получается. Проблем никаких нет. Почему? Потому что всегда, если что-то надо создать, надо создается это все сверху. Надо, чтобы те, кто возглавляют, имели очень чистые мотивы в сердце. И тогда все остальные немедленно вокруг них крепко и тесно объединяются. Все. Система очень простая. Но если нет такого, значит по судьбе не положено. Если у вас нет таких вот предных, которые могут такие мотивы иметь, по судьбе не положено. А если есть, то значит вы уже в таких условиях жить. Я знаю, что вот здесь много лет уже ресторан существует. И предные тоже трудятся в этом ресторане для Бога. Если человек для Бога трудится, он счастлив. Если даже в ресторане может быть, но и не для Бога трудится, то он все равно несчастен. Все зависит от того, для кого он трудится. Если он трудится для своих денег, но вместе с предными опять он несчастный. Надо опять понять, для кого ты трудишься, а это только в сердце происходит. Это невозможно оформить документально. В сердце. Или есть это, или нет. Таким образом, даже живя в этом мире, человек может поменять свою судьбу так, что он будет счастлив. Надо просто понять, что такое счастье. В Сильмад Багаватам вот здесь четко описывается счастливая жизнь. Шилтурбада не разглагольствует, как я, он просто говорит основные вещи. Как должна быть устроена жизнь. Он говорит, что самое главное заботиться о том, что людям больше всего нужно. Людям больше всего нужно благостные продукты. Вот мы сделали серьезное исследование по питанию. И заметили, что одни продукты постоянно меняются. То эти хорошо подходят, то эти плохо подходят. Все меняется. А есть продукты, которые не меняются. Они всегда подходят человеку. Знаете, какие продукты не меняются? Молочные продукты. Пшеница. Финги. Бананы. И так далее. Благостные. Кунжут. Благостные продукты. А пропада об этом и говорит, что надо выращивать в основном молоко производить и пшеницу. Благостные продукты. И сразу счастье воцаряется на земле, потому что люди кушают то, что им подходит в основном. Не меняется. Понимаете, система или нет? А пропада пишет самое главное. Надо просто это исследовать, понять и сделать свои выводы. Это все. Если производят самое главное, то тогда уже нет проблем. Человеку много в жизни не надо, надо кушать просто правильно. Чтобы продукты ему подходили. Благостные продукты большинству людей подходят. Мы даже не знаем, что такое благостный продукт. Мы не знаем, что кокосы надо есть, что надо есть кунжут, что надо есть пшеницу, а не горох. Что есть мундау, то есть он благостную природу, ему почти всем подходит. Да, человек питается благостными продуктами, но он счастлив. Почему? Потому что в основном они ему подходят. Все индивидуально получается. Когда человек в унии благости живет, все получается индивидуально, потому что все всех подходит. И у нас какая проблема, кого я могу себе замуж взять? Очень трудно выбрать мужа и жену в страсти, когда живешь. Потому что надо, чтобы состыковка была полная в страсти. Чтоб я такая же была, как он. Тогда нам будет хорошо. Благости нам не нужна вот это все. Люди женились легко. Почему? Потому что все хорошие. Девушки все хорошие, парни все хорошие. Кого скажут, того и выйдут. Рассчитывают по гороскопу старшие. Ну вот этот хороший парень будет твоим мужем. Классно? Почему? Потому что этот хороший парень будет моим мужем. А все остальные будут жить рядом в общине. Тоже счастливы, хорошо. В невежестве вообще жениться невозможно. Потому что каким бы ты ни был, какая совместимость бы ни была, все равно будет развал семьи обязательно. Потому что люди издеваются друг над другом. Невежественный вкус, он очень жестокий. И здесь совместимость тоже не помогает. Поэтому я вот сильно задумался, нужна ли совместимость браки вообще. Я начал чесать репу по этому поводу. Потому что благостным людям и так хорошо жить. Страстным все равно по-любому тяжело будет, хоть есть совместимость, хоть нет. Они вежественные по-любому не будут жить в семье, потому что они невежественные. Нет, я не против астрологии. Я просто как-то думаю на эти темы. Страстных людей лечить бесполезно. Почему? Потому что они постоянно напряжены. Они хотят денег и постоянно в напряжении живут. И что у них там отвалится в это время, это уже как бы вопрос их кармы. Ну, допустим, ты это залатал, у него что-то другое отвалится, потому что он уже напряжен. Вот что? Он хочет денег. Когда хочешь денег, очень сильное напряжение. Благостных людей не надо лечить, потому что они сами себе жизнь лечат. Не знаете об этом? Сейчас расскажу. Вот смотрите, интересно знать, что я изучил это серьезно, медитировал, изучал. Что вот смотрите, сейчас как люди лечатся. Там гербалаев, там коралловый клуб, там туда-сюда, там таблетки. Еще лучше травы, еще лучше травы используем. Самые натуральные, еще натуральные, еще натуральные травы, еще натуральные. И, значит, лучший эффект медицинский. А знаете, что лечит лучше всего человек? Я начал исследовать, смотреть, как действие, какое действие оказывает что. И увидел, что самое лучшее действие, лечебный эффект оказывает солнце. Простая вода на полной праны в речке, земля, по которой человек ходит. Вы думаете, я сочиняю, я вам говорю правду. Никакая, допустим, вот ты, допустим, лег на этот стол, там электрический. И тебя... Там идет этот... Поясница тебе прогревает. На электрическом столе там. Вот. На прогревание пошел. Ну ляг просто, полежи под солнцем. То же самое прогревание. Эффект тысячу раз лучше. Почему? Потому что солнце лечит конкретно лучше. Но люди об этом не знают сейчас. Они не верят природе. Они, понимаете, они верят своему интеллекту. Опять же, та же самая формула. Верим своему интеллекту, Богу не верим. Для того, чтобы успокоить психику, самое лучшее средство – это лес. Я лучше средства не нашел. У меня был сильный стресс. Года полтора длился. Я не знал, как его снять. Лес – самое лучшее средство. Просто по лесу шел. Я шел наруга по весенним протокам. И Родина щедра. На дальней станции сойду. Трава по боям. Понимаете? И без меня обратный скорый-скорый поезд. Да здесь… Знаете, вот это вот настроение? леса. Оно очень красивое, приятное. И оно успокаивает конкретно человека. Человек идет, чтобы успокоиться как я… говорят…в психотерапевту. Психотерапевт хочет только одного, капусты, больше ничего не хочешь, но он научился как из тебя выманивать капусту хитрым способом, успокаивает тебя, тебе спокойно, спокойно, но человек же он, понимаете, он может успокаиваться, он думает, ну ты сколько денег это стоит, больше денег. Слушай, давай заканчивать меня успокаивать, потому что я уже все, не могу заплатиться. За такое как бы успокоение, а солнце, оно же ничего не просит, лес ничего не просит, природа так создана, что она просто тебя расслабляет, дает тебе счастье, просто столько сколько хочешь, потому что это идет от Бога, оно бескорыстную природу имеет очень сильный эффект, очень сильно. Как лечить бесплодие? Я изучил, у женщин две энергии страдают, и они бесплодные. Первая энергия земли в женском теле, вторая энергия воды. Я в Ведических Писаниях прочитал один раз, что очень простой способ лечить бесплодие у женщин. Надо зарывать женщину в песок возле реки. По шейку зарыл ее и там усил. Часов шесть-семь посидел, и несколько таких процедур, и у меня энергия земли устанавливается в организме, означает, начинают сразу гормоны работать хорошо. И энергия воды устанавливается, означает, обмен веществ там, и все, у нее начинает восстанавливаться внизу, и все, она рожает потом. Кто из вас поверил? Никто не поверил. Природа устроила уже все. Не хватает энергии земли и воды, надо ходить по земле, надо больше с водой иметь дело. И женщина все восстанавливается у негормонно. Почему люди постлеют бесплодие? Потому что живут высоко над землей. Нет контакта с энергией земли, и поэтому женщины у них там все замыкают, у них месячные. Вот такие месячные, тяжело. Почему? Потому что месячные должны на земле протекать. Женщина расслабилась, легла на землю, и все у нее там нормально работает, спокойно. Так? Ее замыкают на 25 этаже, потому что земля далеко. Земля в иллюминаторе. И снится нам нерок от космодрома. Зеленая, зеленая тропа. Это скоро не надо будет в космос летать. Мы развиваем свою цивилизацию вперед. Мы рождены, чтобы сказку сделать. Мы развиваем цивилизацию вперед, означает, что скоро будет земля в иллюминаторе. И снится нам зеленая трава. То есть Бог нам снится, божественное создание нам снится, понимаете? Божественное создание снится. А вот это вот все, что вот это существует, это не от Бога. Это культура, в которой мы живем, демоническая культура. Она не от Бога. Что бы вы знали? Она не от Бога. Божественная культура. Даже демоны живут лучше, чем мы. Я был в Лос-Анджелесе. Там нет больших домов. Там нет больших домов. Те, кто сейчас культуру продвигает вот эту всю, это американцы. Демоническая культура от них идет. Там нет вот этих больших домов в городах в Лос-Анджелесе. Только там в центре есть вот этот даун-таун. Там много высот, высот стоит. Все, 10 там домов высоких. Все работают, туда едут. А живут все на земле. Двухэтажные дома. Весь город создан из двухэтажных домов. Больше нет никаких домов. Там нет вот этого, что там. Вот это вот. Город не такой. Только двухэтажные дома и все. Больше в городе ничего нет. Никаких пятиэтажек нет. Крущевок нет. Ничего нет. Просто двухэтажные дома. Живут все на земле. У нас в Москве построили вот этот даун-таун тоже. Там этот вот сделали вот этот вот сити-таун. И поселили там народ. В этом большом доме там 250 метров высоты дом. Поселили людей жить. Я в Киеве на двадцать шестом этаже просто приехал лекцию читать. На двадцать шестом этаже. Я не смог отдохнуть. Я сплю и чувствую. У меня тело не расслабляется. На двадцать шестом этаже жить невозможно. А они живут там на пятидесятом этаже. Представляете? И платят миллионы долларов за то, что там жить. Потому что это очень престижно в такой этой штучке жить. В тюрьме в такой. Земля в иллюминат. Понимаете? Страшно просто. Страшно. К чему мы идем? Это означает тупость. Тупость. То есть чем больше мы интеллекта вкладываем, чтобы противопоставить свое что-то Богу, тем больше мы будем страдать в этом мире. Тем больше мы будем страдать. Все, что Богом создано, оно имеет совершенное. Вы скажете, а самолеты летать. А вы знаете, что в ведической культуре, в древней культуре летали? Не то, что на метлах летали. И на метлах тоже летали. Потому что как бы есть энергия, есть энергия, самая мощная энергия, гравитации содержится в дереве, в которое попала молния. И эти деревья, в которых попадает молния, берут от них ветку. В ней уже эта энергия содержит, что надо прочитать определенные мантры и полетел. На метле. Ну то есть на чем? На этом ветке просто. И все. И она имеет свою как бы расходную возможность. Можно летать, допустим, месяц. Потом другую ветку взял. Дальше нет. Бабки-ёшки. Бабка-ёшка. Ёшка означает йога. Йога означает связь. Бабка-ёшка. Ведьма. Женщина, которая знает веды. Ветик-ма. Дала культура ведическая. Мы забыли ее порассматриваться, да? А сколько? Полудесятого отпраздна закончена? Девять. Девять тоже. Не будем. Ну и какие-то вопросы? Все равно девять уже прошло. Да? Вы говорили, что такой лидер настоящий, вокруг которого объединит сообщение. Если таких лидеров нет, можно вот это объединение создать из нескольких? Матушка, вот то, что вы делаете с вашим Прабуджи, я так счастлив вас видеть здесь, потому что на вас все здесь держится. Я так счастлив, вот, да, понятно, да, понятно, все, но я сейчас говорю про вас. Вот, я так счастлив, что вы здесь есть. Это надо было много лет, чтобы это понять, понимаете? Много лет нужно было, чтобы это понять. Что, понимаете, нам все время мало, и нам надо таких лидеров, и таких лидеров, а просто предные, которые посвятили себя, Кришне объединили вокруг себя людей и взяли на себя ответственность за храм. Это такое большое счастье, что такие люди есть, и оставайтесь здесь, продолжайте заботиться о всех. И Кришна столько вам даст все самое лучшее, всю свою милость вам отдаст за то, что вы это делаете. Всю свою милость. И ваши вопросы ко мне, на самом деле, они, они не нужны. Они не нужны, эти вопросы. Оставайтесь здесь и делайте все, что вы делаете. Это самое лучшее, что нужно в Кали-югу, что можно сделать для Кришны. Это самое лучшее в Кали-югу. Это дать преданным возможность общаться друг с другом, находиться рядом. И если еще дать возможность трудиться для Кришны, хоть какую-то небольшую, то это еще лучше. Это еще лучше. И знаете, есть много людей, которые, ааа, знаете, как кровь все отдал, допустим, у меня есть такой анекдот, пришел на могилку, как бы, этого человека, а кровь-то твоя была отравлена. Знаете, можно, вот это все рассуждения, они есть такие рассуждения, но человек должен в своей жизни основываться на рассуждении Бога. Рассуждении Бога. Если Бог хочет, чтобы это было, все будет продолжаться, поддерживаться. Бог будет давать средства, Он будет давать возможность это поддерживать, развивать. Это значит, что Бог хочет. Если Бог не хотел, все давно уже развалилось. Но прошло уже, я сюда езжу 15 лет. Прошло 15 лет, все то же самое, те же кормления нищих, тот же храм, тот же пуджа, все продолжается, 15 лет уже. И поэтому когда-то надо вам было сказать эти слова, тем, кто это делает здесь. Потому что это уникальная деятельность, уникальное служение. И если бы во всех городах были такие преданные, которые в заботе, ну, свою жизнь посвятили заботе, ведь смотрите, у них ничего больше нет, кроме вот этого желания заботиться обо всех. Они здесь в себе состояние не сколотили, а просто живут для Кришны в этом маленьком домике. И мы можем поэтому здесь такие лекции читать. А если бы не было, то ничего бы не было. Так? Поэтому можем считать себя совершенными или несовершенными. У нас корыстные мотивы можем считать или бескорыстные. Но на самом деле, если человек посвятил себя Богу, он живет и объединяет вокруг себя преданных, то это уникальные личности, такие уникальные. И если говорить о моем опыте, то я тоже пытался как бы единолично объединить вокруг себя преданных. Я понял, что это приводит к гордыне. И потом я начал изучать то, что пропады делал. И я понял, что однозначно понял, что управление должно быть коллективным. колеем. Почему? Потому что это дает возможность избавиться от вот этой вот идеи, что ты пуп земли, что ты лучше всех, а это самое страшное, это и разрушает потом все. И поэтому у нас сейчас точно так же структура нашей организации точно так же создается. То есть появляются лидеры много старших, которые управляют всем. Это правильная жизнь. Так хотел Шива Прокхупада, он сделал GBC, где управление идет коллективное. Вот если говорить об опыте других преданных, Говоротханда Павла так же действует, он коллективное управление тоже делает в своей команде. И с вами Махаралыч так же делает. У него коллективное управление там, Юрлова, Башкина. Поэтому вопрос этот отпадает. Неуместен. то есть это мне надо вас спрашивать, как мне, что мне делать, а не вам меня. Может, вы уже столько лет это делаете, а я только начал. Вот и все. Такой ответ. Спасибо вам за все. Спасибо вам, Прабуджи. Хритично приятное. Я счастлив вас всех видеть здесь. Спасибо, что пришли. Спасибо. Думалось, все дарят челом, Прабуджи. Да.